Вот, например, структура проекта, которую мы предлагаем заказчику, то есть в наш геймплан входит ряд подпроектов, которые связываются в один, в общем-то, единый проект, что очень удобно. Есть инструменты проектирования, можно об этом долго рассказывать, но Revit, в общем-то, не новая программа, она, конечно, более, вернее, она менее была распространенная. 3D Max – это древняя программа, вообще, как бы, смысла нет говорить. Архитекторы, которые работают в Архикаде и в Revit, сегодня между ними идет спор, какая программа круче, удобство и так далее, и так далее. Я знаю, что этот спор бесконечен, но архитекторы, которые перешли на Revit, они сказали, почему мы раньше не работали в этой программе. Почему? Потому что Revit – это, ну, скажем так, более… Архикад тоже сейчас к пин-технологиям идет, но Revit – это более пинный, чем Архикад. И у него хорошая связь между 3D Max, то есть импорт очень удобный, без потерь, особенно, когда нужно достигать фотореалистичности. Второй момент – AutoCAD, вернее, Autodesk – это все-таки, ну, такая интегральная системная фирма, где их все продукты между собой очень удобно связаны. Поэтому, наверное, вот интеграция – это самый главный фактор у них в конкуренции. Вот мы месяц назад проводили вебинар двухдневный с утра до вечера, и 5 специалистов – архитектор, ландшафтник, инженер. Мы в онлайне делали эскизный проект всего объекта. Вот фактически за два дня интенсивной работы мы продемонстрировали, как можно было сделать эскизный проект с ныря. Это вечернее освещение, можно… Ну, это такой футуристический проект. Беседку построили, шары – это светящиеся светильники. Ну, заказчик сказал, такого авангардизма я не потерпел. 3D Max на сегодняшний день уже начинает… Вернее, компании, которые под них работают, начинают выпускать растения, которые соответствуют ботаническому виду. Но мы идем на всевозможные хитрости. Конечно, все растения невозможно отмоделировать, невозможно показать. Но мы должны понимать, что растения – это не самый большой, наверное, вопрос в этом подходе. Растения мы всегда можем прийти и показать. Вот давайте такое поменяем, вот сорт такой, вот сорт такой. Но, в принципе, вот кроме злаков и водных растений, сегодня можно любую задачу решить. Потому что, по большому счету, можно заказчику объяснить, мы с 20 метров уже можем не определить, в принципе, сорт. А если заказчик в очках, как я, так ему бы просто зеленая стена есть. А тут он увидит красивый. Поэтому визуализация – это как фактор увеличения стоимости проекта. Я так рассматриваю. Буквально, какая ситуация? Проблема у меня лично, может быть, из-за моего скандального характера, я не… Потом очень редко общаюсь с заказчиками. Потом. Объясню, почему. Потому что, ну, как свободный художник, вольный художник, я, ну, иногда даже в ущерб денег, я отказываюсь от каких-то вещей. И вот, кстати, вот на этом объекте, интересный был объект, современная архитектура, беседку построили, но пришли, будем говорить, ну, как обычно, дизайнеры интерьера, вдруг… Ведь наша проблема в чем? Мы приходим на объект последними. То есть, когда уже у заказчика с прорабом вась-вась, с дизайнером интерьера вась-вась, ну, короче, и мы тут приходим, а у заказчика деньги кончаются, и, соответственно, мы для него, ну, будем говорить. Поэтому, когда я, соответственно, говорю, это стоит столько-то, ну, начинается проблема, а мы сделаем дешевле. И вот, как раз, вот там, где была беседка, вот такая была проблема, сделали беседку, но сказали, ну, а зеленые будут другие. Ну, в Фейсбуке я видел это озеленение, написал комментарии, но мне девушка, которая делала фотосессию, написала, не комментируй, ну, не надо. Вот, поэтому, при том, что они доплатили. Ну, малые форумы, павильоны, это все делается элементарно. Все очень делается быстро. Самое главное, что на все объекты автоматически выполняется проектная документация. То есть разрезы, фасады, то есть все, что требуется, вот, допустим, для архитекторов здесь, без проблем. Для нас, для ландшафтников, очень важные моменты, какого согласования вот наших работ с инженером и архитектором. Очень важно. Допустим, тоже объект. Для озеленения очень интересный момент, что очень удобно работать со спецификациями. То есть мы расставляем растения в плане и тут же получаем готовые спецификации. Это уже касается сегодня и для оборудования для полива, для освещения и так далее. То есть технологически это все уже решено. Ну и, как бы, вот тут я такую схему показал, все-таки преимущество этого подхода над специализированной программой. Потому что, ну, вот, как бы, у них тупик дальнейшего интегративного развития и работы совместной со снежниками. Вот это я вижу одну из проблем. Должна быть в перспективе удобная совместная работа. И самое главное, что интернет позволяет нам делать сегодня это все удобно. Один находится за границей, другой там еще где-то. То есть это все удобно. Ну, нет необходимости там приходить, общаться. То есть мы тут подадим лозунг и закончим. То есть интеграция вносит мир. Спасибо. 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 Спасибо.